Всем привет! Сегодня посмотрим на такую оптимизацию как inline функции. Ну, inline вообще то не гарантирует, что функция будет встроена. Но, ну, как бы это дает рекомендацию оптимизатору. Оптимизатор после своих там действий может решить, встраивать или нет. Но, тем не менее, когда мы пишем inline, все-таки большая вероятность того, что вместо вызова функции будет встроен на месте вызова код. Этой функции. Соответственно, ну, высокая вероятность тогда, когда такие функции довольно маленькие. Там 2-3 строчки. Ну, и функции, которые не вызывают других там каких-то сложных функций, а вот такие простые какие-то действия. Поэтому для ускорения имеет смысл иногда писать inline. Соответственно, сегодня мы посмотрим, проверим по тестам. И иногда вы можете видеть какой-то бессмысленный код, который не поддается логике. Это все нужно для того, чтобы... Это попытки запутать компилятор. Чтобы компилятор не... Точнее, оптимизатор. Чтобы оптимизатор не выпиливал какие-то куски кода вообще из бинарника. Потому что такое может быть, когда... Ну, может быть, вы сами уже экспериментировали с этой библиотекой, бенчмарк. И, возможно, вы видели где-то там время было 0-0. Это означает, что... Что код выпилен. То есть оптимизатор так оптимизировал, что даже не использовал те функции или переменные, потому что они нигде не используются. Вот так вот. Короче, не буду тянуть время. Давайте попробуем померить скорость. Так, первое. Первое у нас функция без inline. Второе с inline. И у нас опции оптимизации отключены. То есть оптимизации нет вообще. Вот у нас три вызова. И, как мы видим, в принципе, скорость одна и та же. Вот. Теперь давайте при флаге компиляции O1. Обязательно очищать надо, потому что иногда запускается предыдущий бинар. Теперь смотрите. С флагом оптимизации O1 у нас скорость увеличилась значительно. Но, ну и такое, по-моему, сохранится даже на флаге O2, O3. Ну, дойдем до O3 и на этом остановимся. Так. Ну, результаты те же. Результаты те же. Тут даже, по-моему, скорость немного увеличилась. Точнее, уменьшилась при inline. Но в любом случае, если сравнивать inline и не inline, то скорость хорошая. Но вы можете поэкспериментировать и добавить в эту функцию много кода. И посмотреть, насколько влияет это все. Ну, а на сегодня все. Пока. Пока все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.